Давно работаете здесь? С самого начала. Сколько лет? С Нового года. Тогда и огородили землю забором, а внутри закипела работа. И во что она выльется, знал только новый владелец. Купив в июне прошлого года участок, он оформил его как парковочные места. Но растущие металлоконструкции все больше походили на павильоны. Сначала это была стоянка, но после проект начал расти. То ли в стоянку покрупнее, когда владелец начал присоединять к ней участки поменьше, то ли в торговый центр, но без каких-либо разрешений. Разрешение на строительство объекта по указанному адресу не выдавалось. Соответствующие заявления от заинтересованных лиц в управление не поступало. А значит, это самострой, дело которого дошло до суда. По словам владельца, земля в процессе межевания. И ее он оформит под торговый центр. Хотя пока это все еще стоянка. Из этой конструкции можно сделать что угодно. То есть она не имеет никакого бетонного основания. Абсолютно. На строительство ТЦ заявляет владелец, кто-то ему подготовит разрешительные документы. Кто именно, раскрывать не стал. По его просьбе суд согласился рассмотреть эти документы. Он их должен представить на следующей неделе. На это время объявили перерыв. Публичные слушания еще не прошли. После этого там тоже длительное время должно пройти. Должно быть принято соответствующее решение мэром города Казани. Соответственно, эти все процедуры соблюсти он физически не успеет. Если все же владелец не сможет оформить строительство торгового центра, по решению суда конструкции будут обязаны снести. Гособвинители выяснили, неподалеку взлетают и приземляются самолеты. Поэтому даже оформленная постройка будет угрожать безопасности полетов. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова